МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1912 год. Вся Российская империя воодушевлена подготовкой к главному событию наступившего века – трехсотлетию дома Романовых. До объявленных на будущее февраль торжеств остается несколько месяцев. Санкт-Петербург на правах столицы готовится к проведению основных официальных мероприятий. Город начинает преображаться задолго до праздников. Тысячи людей хлопочут над его убранством, ремонтируют мостовые, украшают фасады зданий, сооружают иллюминации. Петербуржцы предвкушают грядущий юбилей царской фамилии. Официальные газеты почти в каждом номере пишут о чрезвычайной важности будущих торжеств для единения народа с царской семьей. Вся эта помпезная шумиха по поводу скорого юбилея дома Романовых была для питерского сыщика Кринева ну как нельзя не кстати. Надо же было случиться, что к этому ответственному времени на его участке, именно на его участке, произошла целая серия краж. Преступников задержать не удалось, что говорит начальству неизвестно. Естественно, репортеры обвинят питерскую полицию в бездействии. А на волне всеобщего патриотизма, да накануне праздника, оуу, смерти подобно. В тот год Петербург захлестнула волна квартирных краж. На Васильевском острове и петербургской стороне почти каждую неделю неизвестные обчищали квартиры состоятельных граждан. Случалось, что в течение дня они наведывались сразу по нескольким адресам. Было очевидным, что в городе орудует целая банда преступников. За два месяца им удалось обворовать сотню квартир. Полиция сбилась с ног, то и дело выезжая на места новых преступлений. Сыскному отделению просто не хватало штатных сотрудников, чтобы противостоять такому небывалому нашествию криминала. 2007 год. А ничего не изменилось. Столько времени прошло, замочки все такие же хлипкие. Ничего придумать не могло. Уже более трех месяцев московские оперативники гонялись за одним весьма удачливым домушником. Ему удалось ограбить более ста квартир. Судя по почерку преступника, было похоже, что он придерживается старинных воровских традиций. Оказавшись в бедной квартире, он не брал последнего. С таким необычным делом московским сыщикам еще не приходилось сталкиваться. В милицию обратилась пожилая семейная пара. Пока хозяев не было дома, в их квартиру проник вор. Криминалисты определили, что он отогнул монтировкой створку окна с улицы, залез внутрь и вышел уже через дверь. Самое странное, что из квартиры ничего не пропало. Неизвестный даже не позарился на полторы тысячи рублей, которые лежали на самом виду. Он лишь порылся в ящике комода, где нашел паспорта хозяев пенсионеров и аккуратно положил эти документы рядом с деньгами. Существуют квартирные воры, которые специализируются именно на проникновение в жилища, в которых установлены металлические двери со сложными замками. Это так называемые суперпрофессионалы, которые не идут работать просто так на ура, а идут по определенной наводке и, как правило, они проникают в жилище для того, чтобы похитить какую-то одну, но очень дорогостоящую вещь. В основном их интересует либо антиквариат, либо, например, какие-то древние музыкальные инструменты, как-то, может быть, и скрипки, какие-то ювелирные украшения. То есть эти люди работают четко, безошибочно, они знают, зачем они идут, они знают, куда они идут, и они знают, в какое время они идут воровать. Курьезный случай привел в замешательство не только пострадавших. Рассматривались даже самые необычные версии. Но не мог же злоумышленник забраться в квартиру только для того, чтобы посмотреть чужие паспорта. Кто этот чудак, который профессионально вскрывает окна и уходит ни с чем? Ответ на все вопросы оперативники получили на следующий день. За ночь точно таким же способом неизвестный проник еще в три квартиры, где хозяев не было дома. Но на этот раз все оказалось предельно банальным. Из квартир пропали ценные вещи. Он проникал через окна в квартиры, расположенные на первом, втором этажах. Иногда по пожарным лестницам поднимался и выше. Пользовался при прогнетомении на второй этаж либо решетками, которые стояли на окнах первого этажа, либо газовыми трубами, которые выведены, либо иногда забирался на всякие козырьки. Квартиры столетия занимают прочно, ну, как минимум от 50 до 60 процентов, так сказать, в общей структуре преступности. В летние месяцы обеспеченные горожане снимали дачи в пригородах на весь сезон и вывозили туда семьи вместе с прислугой. Все это время никто из них даже не проверял свои городские квартиры. А по выходным на природу старались выбраться и все остальные горожане. Пикники под открытым небом порой затягивались на целый день. Жулики почти безошибочно вычисляли пустующие квартиры по окнам. В начале прошлого века появилась мода закрывать оконные стекла белой материи или бумагой перед отъездом на длительный срок. Это делалось для того, чтобы от палящего солнца не выгорала мебель и обои. Забеленные окна верный знак для профессионального вора. Такие квартиры они брали в оборот в первую очередь. Но часто действовали и на удачу. Ходили по этажам и обзванивали всех подряд. Если дверь никто не открывал, воры забирались в квартиру. Для того, чтобы вскрыть замок, собрать и вынести все ценности, злодеям хватало и часа. Бывало, хозяева отлучались лишь для прогулки по бульвару, а когда возвращались домой, заставали жуткую картину. Общий ущерб от квартирных краж только по центральным районам города уже исчислялся десятками тысяч рублей. В начале прошлого века существовало несколько разновидностей квартирных воров. Они отличались по манере своего преступного ремесла. Так называемые громщики всегда действовали по наводке целыми шайками. Громщики или громилы исторически это преступники, которые совершают разбойные нападения и грабежи. главным образом на жилище граждан конечно, потому что в этом случае сопротивление они меньше всего могут ощутить на себе со стороны так называемых терпил, как они называют потерпевших. Самыми элитными в воровском мире считались домушники или учетные, как их называли сами воры. Эти работали почти всегда в одиночку, иногда в паре. Обычно они шли наугад и находили нужную квартиру в течение одного дня. Перед такими специалистами не могла устоять ни одна дверь. Любой замок они открывали в считанные секунды. Квартирные воры, хоть раз попадавшиеся полиции, состояли на особом учете. Подробные записи о секретах их мастерства были занесены в специальную картотеку. Профессиональных домушников там числилось не так много. Эта воровская профессия требовала исключительного таланта, а им обладали единицы. Сыщики тщательно сравнили особенности недавних летних краж с записями в своем архиве. Получалось, что ни один из известных полиции квартирных воров не мог принимать участие в этих грабежах. Даже в преступной среде квартирный вор на протяжении веков остается самым привилегированным преступником. Домушниками называли особых воров. Среди уголовников это были уважаемые люди. Они никогда не прибегали к насилию и занимались своим делом только в отсутствии хозяев квартир. Никаких налетов. Форточники тоже искренно криминальная профессия домушников, которые совершают преступления из жилищ граждан. Но если говорить немножко о прошлом, то в прошлом форточниками называли в основном подростков, потому что юрки и ребятишки, которые проскакивали в форточки, тогда форточки были другие, сегодня форточниками называются те, кто через окно попадает в квартиру. Домушники обычно промышляли в дневное время, когда дворники обязаны следить за домом, отдыхали после обеда. В эти часы хозяин квартиры на службе, барыня уехала с визитами или гуляет, прислуга ушла за покупками. Домушник идет из квартиры в квартиру. Одет прилично, совсем барин, позвонит в одном месте, в другом, если откроет, скажет, что ошибся адресом. Если никого нет, не мешкая возьмется за отмычки. В стандартный набор входило не менее 15 таких инструментов. Мгновение и он открывает дверь. Прошелся по квартире, распихал по карманам самое ценное и был таков. Отпечатков пальцев они не оставляли. Так. кто же из них, а? Шитиков. Вроде бы передали по этапу, что приказал долго жить. А вот Виноградов, Сергей. Нет, ну это ему еще семь лет кандалами велить. Яковлев, Кирилл, Александров сын. Ну это известный форточник. Но по-моему тоже взяли. Ха-ха, Дриго, Антон. Вот развелось негодяев. Ой, пора благо делать. В наше время в Москве ежегодно регистрируется от 20 до 40 тысяч квартирных краж. Чаще всего воры проникают в чужие жилища, подбирая ключи или с помощью отмычек. Но в 2007 году по столице прокатилась серия ограблений, в которых применялся особый способ. Домушник отгибал монтировкой створки окон в нижних этажах и забирался внутрь. Раньше, когда у нас только в моду входили металлические двери, когда пластиковые окна были в диковинку, конечно же, преступников это могло привлечь как один из показателей зажиточности гражданина. И они могли проникнуть в его жилище для того, чтобы украсть там какие-то вещи. Но на сегодняшний день и пластиковые окна, и металлические двери, они стали повседневностью. Скорее, будет сложно найти в жилом доме многоквартирном деревянную дверь. Оперативники обратили внимание на то, что вор проникает только в те квартиры, где установлены пластиковые окна. Но стеклопакеты становились верным маячком для домушников лет 10 назад. Сегодня пластиковые окна могут позволить себе люди с разным достатком. Вот те самые окна сегодня устанавливаемые, так сказать, ну, я имею ввиду стеклопакеты, легче всего они открываются, нежели, допустим, там рамы, которые раньше изготавливались. То есть легко отжимаются, открываются и проникает человек в квартиру. Преступник явно отстал от жизни. Неужели в столице объявился кто-то из старых воров, кто все это время отдыхал на зоне? Тогда понятно, почему он ничего не взял в доме вор не должен брать последнего. Пять факторов, которые влияют на вероятность вскрытия. Первое, это шум, который возникает при попытке вскрытия. То есть чем больше шума, тем сложнее работать злоумышленникам. Второе, это инструмент, который у злоумышленника. Третье, это его знания и умения. Четвертое, это время, которое у него есть. Как правило, это временной промежуток 20 минут. Ну, как бы, показывает статистика. И пятый фактор, это ваши соседи. Это очень важный фактор. Соседи, которые с которыми вы общаетесь, они очень сильно могут помешать злоумышленникам, потому что с соседями лучше дружить. Правильный вор вошел во вкус. Почти каждый день он совершал по 3-4 квартирные кражи. Если оказывался в бедной квартире, вел себя очень скромно. Старался держать свою воровскую марку. Он ходил на дело, как на работу. Брал немного, но часто. Поймать его было невозможно. Всякий раз он промышлял в новом месте. Выбирал квартиру с окнами, выходящими в тихий двор, проверял, есть ли дома хозяева, затем быстро забирался наверх по газовой трубе или балконом и вскрывал оконную створку. В квартире действовал аккуратно, не оставляя никаких следов. брал самое ценное и спокойно выходил через дверь. Ни разу никто из жильцов дома, где было совершено ограбление, не мог припомнить, что видел кого-нибудь подозрительного. Злоумышленник, если захочет залезть, он может залезть на любой этаж. Первый этаж или последний. Многие обращали внимание, как монтируют окна на высоких этажах или монтируют кондиционеры, когда моют окна. То есть альпинисты промышленные, они крепятся на крыше и трос спускаются вниз. Соответственно, так же может воспользоваться любой злоумышленник. Большая часть краж в крупных городах происходит из-за беспечности самих хозяев квартир. Мы забываем закрывать форточки, когда уезжаем в отпуск, машинально задергиваем шторы на окнах перед тем, как выйти из дома. Словно подаем условный знак «В квартире никого нет». Мы равнодушно опускаем глаза, когда в подъезд заходит неизвестный и даже готовый придержать перед ним дверь. Неважно, что у него нет ключа от домофона. Почему-то считается неприличным спросить, кому он идет. В большинстве случаев жертвы квартирных воров даже не задумывались, что с ними может произойти подобное. Но зачастую вор, когда запроникает в жилище, начинает думать о том, где бы я спрятал те материальные ценности, которые желаю похитить. И, конечно же, они идут по тем местам, то есть, например, проверяют под бельем, матрасах, проверяют в шкафах, в книгах зачастую. То есть, здесь необходимо просто нашим гражданам, для того, чтобы обезопасить свое имущество, немножко отойти от тех стереотипов, которые у нас были раньше, когда в советское время женщины хранили деньги в чулках. То есть, от этого, естественно, уже надо отходить и не надо забывать, что существуют цивилизованные методы хранения своих ценностей, как-то банковские ячейки, где их имущество будет находиться в сохранности. При этом, как альтернативный метод, если все-таки человек хочет хранить свое имущество дома и не хочет выносить его, допустим, в ту же банковскую ячейку, ну, не доверяет банковской системе и так далее, то я бы рекомендовал, конечно, прибегать к услугам вневедомственной охраны. Наряд милиции выезжает при первом звонке или при первом сигнале, который поступает при несанкционированном проникновении в жилище. Так, по городу Москве он совершил более ста квартирных краж, а по юго-восточному округу около семидесяти. Действовал он всегда по одной схеме. Вечером он выходил на улицу, в жилой сектор и смотрел именно те квартиры на нижних этажах, в которых не горел свет. Потом он либо по водосточной трубе, либо по газовой трубе забирался в квартиру. Если была форчика открыта, то здесь вообще было все просто, он спокойно залезал вовнутрь. Либо разбивал окно. В квартире он брал все ценности, начиная от денег, золотых украшений, норковых шуб. И даже один раз ему удалось украсть два старинных канделябра XIX века. Уже два месяца квартирный вор терроризировал спальные районы города. От него не было никакого спасения. Он безнаказанно вершил свои темные дела под носом у милиции. В нескольких случаях домушник попадал в квартиры оснащенные сигнализацией. Но все равно ему удавалось скрыться с краденными вещами до того, как появлялся наряд милиции. И жертвами краша становится, как показывает опыт не только люди богатые, но и вполне живущие достаточно скромно. Защита какая-то существует. И, кстати говоря, технические средства защиты, они же тоже развиваются. И как бы там ни было, но я бы так сказал, от профессионала защититься, наверное, невозможно. Но при этом не надо давать профессионалу повод. чудные люди, хорошая вещь, и на самом видном месте красота. Сотня краж за три месяца и ни одной раскрытой это уже слишком. Ладно, если гора не идет к Магомету, ничего, голубчик, ты у меня попляшешь. Сыщик Кренев придумал новый ход. Если нельзя угнаться за всеми жуликами сразу, то можно дождаться, когда они придут сами к тебе. Что для этого нужно? Для этого нужно расставить засады у всех скупщиков краденого. Демьяныч, зайди-ка ко мне, голубчик. В начале прошлого века скупщика краденого на воровском жаргоне называли Блатакай. Без такого помощника любому вору недолго ходить на свободе. При первой же попытке самостоятельно сбыть краденое он мог легко попасться на глаза тайным агентом. Другое дело подпольная лавка знакомого барыги. Блатакай, барыга, это были термины уже обозначающие специализацию вот именно на скупки краденого. Тот всегда примет товар в любое время в любом количестве и никогда не стукнет на своего клиента сыскное. но конечно барыги существуют и сегодня безусловно и более того они всегда действуют вместе с квартирными ворами и не только ну главным образом с квартирными ворами конечно потому что это необходимое условие как бы конечный результат преступного акта да сбыть краденое. карманники квартирные воры налетчики все они несли свою добычу блатакаем и получали за это в лучшем случае только треть от реальной цены. Прибыль барыг оказывалась куда солиднее они крепко держали финансовые потоки в своих руках а самыми уязвленными оказывались мелкие воришки карманники чтобы прокормиться им приходилось работать целыми днями напролет за десяток как они говорили срубленных часов им платили лишь по 10-15 рублей. Такая школа воровская в 18 веке даже в 17 веке еще была в Зарядье Зарядье это вообще так сказать самый грязный угол Москвы где всегда собирались шайки разбойников на Варварке у гарнизонных ворот была школа воров где учили несовершеннолетних где подростков учили совершению карманных краж и экзаменом для этого подросток должен был не просто украть кошелек у прохожего а вытащить оттуда даже не кошелек а для этого использовались табакерки он должен был продемонстрировать своему учителю как он табакерку вытащил понюхал табачку и дальше закрыл ее и назад положил спокойно прохожему и прохожий шел и этого не замечал вот это считалось что он экзамен на воровскую вот это свой воровской навык сдал все известные полиции скупщики краденого были взяты под особое наблюдение сразу после того как начались серийные квартирные грабежи но это ни к чему не приводило украденные вещи пока нигде не всплывали сыщикам помог случай тайный агент следил за одним скупщиком краденого в одном из трактиров подозреваемый встретился с неизвестным похоже они были давно знакомы и явно что-то не поделили поссорились два мелких маклака или барыги скупщики краденого поссорились подрались попали значит в полицию в участок оказались в холодной в камере предварительного заключения которую сейчас вот именуют обезьянником и будучи под хмельком один там стал кричать на другого что типа ты вот такой ты меня кинул да и ты со своим этим шифом вы натуральный кровосос а я вот живу по правильным понятиям в бога веру никого не обсчитываю естественно находившийся там дежурный агент сосной полиции этот крик услышал и естественно взяли на заметку но не более того поскольку упомянутый там шиф был известен местной сосной полиции вообще местной полиции как вполне добропорядочный ювелир у которого было свое крупное дело свой магазин квартира при нем теперь агенты не спускали глаз с ювелирного магазина выставили наблюдение за квартирой и магазином шифа причем наблюдение круглосуточное и агенты полиции установили что как раз основная жизнь в этой квартире происходит уже после захода солнца то есть подъезжают извозчики подъезжают пролетки какие-то люди таскают из квартиры и в квартиру какие-то узлы чемоданы бывало что люди появляются на веселе со столь же веселыми девицами и из этих людей поскольку уже опять же в то время практиковалось обязательное фотографирование всех попавших в сосную полицию особенно тех кто подозревался в совершении профессиональных краж такие альбомы хранились в управлении полиции на офицерской улице и те чины полиции которые несколько ночей подряд наблюдали за квартирой шифа безошибочно опознали вот среди посетителей этой квартиры несколько известных в Санкт-Петербурге профессиональных воров-домушников спустя час к черному входу в магазин подъехали еще одни гости на этот раз в ювелирный привезли какой-то непонятный скарб его начали быстро заносить внутрь здания из-за слабого освещения было невозможно рассмотреть детали вся разгрузочная операция заняла не больше минуты после этого неизвестные поспешно ретировались из последующего отчета агентов полиции было ясно что в ночное время помещение ювелирного магазина возможно используется не по своему назначению теперь уже преступникам никуда не деться оставалось немного выждать и нанести решительный удар по этой воровской малине москва информировали граждан привлекали дружинников шел по улице видел что в окнах не дарит свет убеждался что в квартире отсутствуют жильцы то есть либо он кидал камушки отходил и смотрел выглянет кто-то или нет рано или поздно доморощенный Робин Гуд должен был попасть в поле зрения милиции но он будто бы почувствовал что над ним сгустились тучи кражи с характерным почерком этого вора вдруг прекратились возможно он залег на дно и выжидал когда успокоится страсти чтобы снова взяться за старое через две недели вор объявился вновь только на этот раз он действовал в центре города если он обнаруживал что все-таки в квартире есть жильцы которые спят например ночью то естественно он не совершал никаких нападений у него был умысел только на кражу но даже и в этом случае прежде чем уйти из такой квартиры где в соседней комнате находятся люди из коридора он похищал какие-либо сумки какие-либо предметы которые могли представлять для него ценность и после этого таким же способом выходил из квартиры в одной из квартир в центре Москвы сработала сигнализация и не в какой-то обычной квартире там проживал бывший начальник ГУВД Москвы милиция оказалась на месте происшествия через несколько минут входная дверь была открыта но вора в квартире уже не было если в квартире никого не было то тогда он обычно зажигал свет чтобы быстрее найти спрятанное имущество он знает хорошо психологию людей о том где потерпевшие могут хранить свое имущество в различных комодах бумагах и так далее то есть у него были какие-то тайные такие места которые обычно совпадали с мнением людей где они должны хранить эти предметы ценности вот удачно бывало похищал это все дело крупногабаритные вещи обычно не похищал это было редко только в том случае если он либо мог открыть дверь и выйти уже через дверь так сказать с похищенными вещами осмотр помещения показал что вор прихватил с собой норковую шубу хозяйки квартиры и деньги общий ущерб пострадавших оценивался в полтора миллиона рублей когда вор обычным для себя способом забрался внутрь то понял что оказался в ловушке в квартире была установлена сигнализация замок в двери даже изнутри можно было открыть только ключом у него оставались считанные секунды этого времени домушнику оказалось достаточным чтобы подобрать отмычки и выйти на свободу есть средства защиты где отмычки даже теоретически воспользоваться невозможно там три независимых опроса ключа когда мы вставляем ключик и поворачиваем его три независимых элемента опрашивают его это во-первых телескопическая система пинов во-вторых так называемые на ключике гребенка или змейка второй опрос и третий это подвижный элемент находящийся на ключе который также опрашивается когда мы вставляем ключик и поворачиваем вот все это в комплексе дает защиту не только от отмычки а даже полную защиту от дублирования. То есть такой ключик невозможно будет дублировать. То есть если вы где-то оставили его на работе, еще где-то, то злоумышленник, взяв ключ и пойдет в металлоремонт, в любой металлоремонт, он дубликат просто не сможет изготовить. Если готовит, то он кровать не будет. На следующий день почти все газеты запестрели заголовками о громком ограблении в центре Москвы. Некоторые журналисты даже предполагали, что квартира бывшего милицейского начальника была выбрана вором не случайно. Правоохранительным органом сделан серьезный вызов. Чтобы поймать наглого домушника, на ноги была поставлена вся столичная милиция. Казалось, кража дорогой шубы должна стать последней точкой в его уголовном деле. Но удачливый домушник, судя по всему, не читал бульварных газет и потому не мог знать, кого он ограбил в последний раз. Как ни в чем не бывало, он уже на следующий день принялся за прежнее. Испытав неприятные минуты в дорогой квартире в центре, вор снова вернулся туда, где было проще. Теперь он совершал свои набеги на квартиры простых москвичей в районе Текстильщики. По оперативным сводкам за последнее время, вор стал чистить чужие квартиры только на Волжском бульваре. Больше он не метался по городу. Появилась версия, что где-то здесь у него находится либо постоянное место жительства, либо точка сбыта краденого. Было решено усилить контроль над всеми торговыми объектами в округе. Оперативники проверяли все подозрительные адреса, где могло появиться краденое. В первую очередь, внимание милиции было привлечено к местным вещевым рынкам. Опрашивали торговцев, проводили проверку документов. На следующий день поступила оперативная информация. Неизвестный на вещевом рынке предлагал торговцам выкупить у него дорогую шубу за полцены. Его задержали в тот момент, когда он уже успел договориться о цене с одним из приезжих торговцев. Теперь мужчина пытался избавиться от своего товара и утверждал, что это не его шуба. По описаниям, она точь-в-точь походила на ту, что была украдена в квартире отставного начальника московской милиции. Своих 45 лет, в районе 20 лет, он провел в местах лишения свободы, причем именно за совершение квартирных краж. Он вышел на свободу в июне 2007 года и принялся за старые дела. Ни о каком официальном устройстве на работу он и не помышлял. В прошлом году зимой суд приговорил Валерия Сократова к 6,5 годам лишения свободы по статье 158 кража. Привычный к тюрьме вор воспринял приговор суда спокойно. Такие люди пользуются на зонах большим авторитетом. Человек, на самом деле, он обладал несколькими специальностями ремесленными, в том числе, там, хороший электронщик, как он рассказывал. Если бы я его в жизни встретил, я, наверное, не подумал, что он домушник, он достаточно приятный вообще-нибудь человек. Насчет рубингудства, могу сказать, что в тех раскрытых эпизодах преступной деятельности были также и случаи, когда потерпевшими были одинокие пожилые люди, у которых было похищено последнее. Единственное, о чем он сожалел, что не успел обзавестись семьей. Не было времени. Каждый выбирает свое. Главное, чтобы мерзавцы не мешали спокойно жить честным людям. Для этого и существует уголовный розыск. Больше сомнений не было. Жулики сбывают краденое в ювелирном магазине. Сыщик Кренев дал сигнал для начала операции. Ранним утром полиция окружила ювелирный магазин и ворвалась внутрь. В одной из подсобок сыщиков ждал настоящий сюрприз. Там были найдены целые залежи краденых вещей, а в потайных шкафах нашли груды воровского инструмента. В задних комнатах магазина, среди полупустых бутылок, траченные закуси, были обнаружены абсолютно нагишом, лежавшие в сильной степени опьянения, две парочки. Два мужчины и две женщины. Мужчины оказались ворами-профессионалами, а их подруги также к тому времени уже были известны полицией, как воровки их и песницы. То есть воровки, которые имитировали занятия проституцией, замаливали подгуляющих клиентов якобы для занятия платной любовью в свои комнаты. И пока он раздевался, его либо обворовывали сами, либо с помощью напарников, котов, сутенеров и так далее. Получалось, что владелец магазина не только скупал краденую квартирных воров. Все это было похоже на организованную банду. Оставалось выяснить, сколько человек в нее входило. Сыщики установили постоянную засаду на квартире и в магазине. Успех, который опять-таки превзошел сам. Все ожидания за считанные 2-3 дня в эту засаду попало 13 воров, которые прямо вот на квартиру Шифа приносили свою поклажь. Все они раскололись на первом же допросе. Оказалось, что их главарем был сам Шиф. Поначалу воры приходили к нему с краденым. Его магазин был лишь прикрытием. Но со временем псевдоювелир подмял под себя мелких воришек. Многие ему были должны. Из таких он и собрал костяк банды. Сам хозяин квартиры, который какое-то время скрывался от правосудия, но через неделю он решил, что сыщики жилье уже оставили. Пискнул вернуться туда, чтобы вытащить свою заначку, в том числе и подделанный паспорт, или, как тогда говорили, вид на жительство, где значилась совсем другая фамилия. И в это время он был арестован. Шиф лично разрабатывал планы грабежей. Привлекал наводчиков на богатые квартиры, через посредников подкупал дворников и барскую прислугу. Когда дела на новом поприще пошли в гору, к ним стали примыкать и воры покрупнее. В шайку входило более 50 человек. За несколько дней все были арестованы, большинство пошло по этапу в Сибирь. Конфискованное у жуликов добро было отправлено в музей сыскной полиции. Там пострадавшие петербуржцы могли опознать свои вещи. Украденного набралось на несколько ящиков. Итак, банда была обезврежена. Можно было начинать день празднования дома Романовых. Ох, сколько народу на улицах. Бояться нечего. Боже, царя храни, сильный, державный. Господи, дай мне силы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова